В некоторых городах Америки создается впечатление, что на каждом шагу на улицах есть бездомные. Разумеется, общее впечатление о стране сразу же портится. Правда ли, что бездомным в Америке иной раз быть даже выгоднее, чем наемным рабочим? Действительно ли среди американских бомжей так много психически больных, кто чаще всего остается без крова? Считаются ли бездомными те, кто живет в домах на колесах? И все ли бездомные действительно бедные? В этом выпуске мы отправимся на улицы США, чтобы узнать подробнее о том, как здесь живется людям без крыши над головой. Какое количество бездомных находится на улицах Америки, сказать сложно. Подсчетом и статистикой занимаются в основном волонтеры. По официальным данным на 2017 год, их количество составляло более полумиллиона человек. Хотя на деле их гораздо больше. Также национальный и статистический центр образования заявил о бездомных школьниках в количестве 1,3 миллиона детей, не считая членов их семей. Если кто-то захочет сравнить эти цифры с российскими, то это сделать достаточно сложно, поскольку у нас отсутствует статистика как таковая. Хотя в 2010 году переписью были зафиксированы данные о 64 тысячах людей без жилья. Таким образом, если сравнивать с Америкой, может сложиться мнение, что в России бездомных почти нет. Впрочем, это неудивительно, потому что бродяжничать в зимнее время весьма сложно. Так называемых поселений бездомных нет. Пособий и прав у них тоже нет. А потому жить, будучи бездомным, очень сложно. Американская же статистика также показывает, что большинство бездомных Америки сосредоточены в Нью-Йорке. Следом идет Лос-Анджелес, а затем Лас-Вегас. Сами бездомные в качестве пристанища предпочитают Калифорнию. Здесь мягкий и теплый климат, который позволяет находиться в тепле в любое время года. Среди бездомных людей большое количество душевнобольных. Связано это с тем, что принудительного лечения здесь нет. А потому люди, которые в самом деле не в себе, могут спокойно разгуливать по улицам. Более того, в какой-то момент психиатрические лечебницы перестали так активно финансироваться государством, что привело к последствиям. Неадекватные люди не в состоянии устроиться на работу, а потому они становятся бедными и вынуждены жить на улице. По этой причине ходить по улицам больших американских городов может быть страшно и опасно. Никогда не знаешь, псих ли перед тобой или нормальный человек. Есть и другие не менее опасные представители бездомного мира. Люди с зависимостями. На работу они не могут устроиться, потому что всю зарплату они тратят на свои нужды, а потом оказываются не в состоянии работать. Также среди бездомных часто оказываются люди, вышедшие из тюрьмы. Таким людям тоже нелегко найти работу. В группе риска матери-одиночки. По статистике, такие женщины и девушки составляют 40% бездомных. А еще один американец из 200 хотя бы раз в жизни оставался без жилья. И эта статистика основывается на тех официальных данных от бездомных, которые обращаются за помощью. Так что в реальности картина может быть еще более ужасающей. Ряд бомжей постоянно пополняют ветераны, так как департамент США по делам ветеранов не всегда имеет возможность обеспечить их социальным жильем. Около 38% бездомных инвалиды. Медицинская страховка стоит больших денег, а потому бедные люди иногда просто не могут позволить себе надлежащее лечение. Также бомжами становятся люди, которые ранее проживали в бедных районах. Городские власти стараются избавляться от бедных кварталов. Старые здания сносятся, а за новые людям просто нечем платить. Без жилья остаются и люди, лишившиеся работы, поскольку многие американцы берут жилье в ипотеку и после потери работы просто не могут за него платить. Тем не менее, бомжи в США полноправные члены общества, которые находятся под защитой закона и вправе получать выплаты. Обычно это 710 долларов на личные расходы и 200 долларов на еду. Иногда штаты могут доплачивать им сумму сверху. Быть бездомным в Америке не всегда значит буквально быть без дома. Существуют приюты для людей, которые не имеют крыши над головой. Такие приюты финансируются государством или частными благотворительными организациями. В одном таком приюте могут разместиться до 800 человек. Они могут воспользоваться медицинскими и стоматологическими услугами, услугами психиатра и психолога. Могут посещать местную церковь, отдавать детей в местный детский сад и заниматься спортом на специальных площадках на территории приюта. Бездомные могут здесь проживать даже со своими питомцами. У людей с семьей отдельные блоки. Люди же без семьи живут в одном помещении и спят на двухъярусных койках. Есть там и столовая, где бездомные могут питаться. Некоторые люди живут с семьями в трейлерах и собираются в целые трейлерные парки. Почти у каждого американского города есть так называемый трейлер парк или мобайл хоум парк. Поддержанный дом на колесах можно приобрести за 5000 долларов, а совсем убитый прошлых годов и вовсе за 1000 долларов. Поэтому люди, сильно ограниченные в средствах, покупают такие дома, освобождая себя тем самым от уплаты налогов за недвижимость, поскольку трейлер не считается домом и платят около 350 долларов в месяц за аренду места в таком парке. Я как-то путешествовал на автомобиле через всю Калифорнию и Неваду. Моим финальным пунктом назначения был Лас-Вегас. И где-то в 100 километрах от него как раз и находился так называемый трейлерный парк. Трейлеров может быть так много, что они даже формируют целые улицы. Но не всем так везет или не все хотят что-то делать для более комфортного проживания. Поэтому некоторые люди живут на улице, разбивая целые палаточные лагеря. Как, например, в Калифорнии. Лос-Анджелес иногда даже называют столицей бомжей. Местные жители начали обходить лагеря бездомных стороной, так как там антисанитария, мусор, а также криминал. Раньше здесь было много велосипедистов. И для них даже растягивали специальные ленты с шипами, чтобы проколоть им шины. Власти уведомлены о проблеме, но пока не торопятся ее как-то решать. По этой причине совсем недавно жители города Ангелов решили самостоятельно начать борьбу против потенциальных жителей новых лагерей. Американцы начали строить баррикады из валунов, чтобы заблокировать и остановить все распространение подобных лагерей. А по данным американских телеканалов, это далеко не первый случай попытки борьбы с бомжами. Власти такие методы не поощряют, но, как уже было сказано, сами они тоже проблему не решают. В нашем понимании бомж это неопрятный, неухоженный человек, в тряпках и лохмотьях, бродящий по улицам в поисках еды. Редко, когда можно представить бездомного, который делал бы что-то для своего развития. Так как единственное, чем он обеспокоен, это поиск денег или пищи. И все же в той же Америке и вообще в мире есть бомжи, которые не похожи на тех, к которым мы привыкли. Чарльз Питц обитает под мостом Сан-Франциско и регулярно ведет твиттер и блог на фейсбук. Сам он утверждает, что мы живем в то время, когда можно легко обойтись без телевидения, радио и газет. Но и интернет в наше время жизненно необходим. Чарльз знает все секретные места города, где он может зарядить ноутбук и воспользоваться интернетом бесплатно. Среди бездомных, прославившихся в мире, Си Ли Ге из Китая. Который прославился благодаря тому, что несмотря на свое финансовое положение, он продолжает стильно одеваться. Китайцы дали ему прозвище «Братец Стильный», а известные кутюрье даже обратили на него внимание. Среди бомжей, как парадоксально бы это ни звучало, были и богатые люди. Так, например, бомж Курт Деггерман из Швеции по прозвищу «Жестяная банка». Все средства, собранные старые, которые он сдавал, отдавал на биржу. После его смерти в 2008 году, его ценные бумаги и акции составляли более миллиона долларов. По завещанию его средства должны были перейти его брату, который иногда навещал Курта в больнице перед кончиной. Но существенный кусок средств оторвали также и другие родственники через суд. На этом у меня пока все. В следующем выпуске мы отправимся с вами в город призраков, Детройт. Поэтому подписывайтесь и не пропускайте мои выпуски. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok